Здравствуйте! Сегодня мы будем делать с Вами витраж в технике Тиффани. Аленький цветочек. Для работы нам понадобится специальная машина для шлифовки стекла с водой. Нам понадобится специальная деревянная основа, на которой мы будем паять стекла. Нож макетный для резки фольги. Ножницы для бумаги, для резки бумаги. Стеклорезы. Масляный стеклорез. Простой стеклорез. Маркер для того, чтобы нарисовать на стекле. И карандаш для выполнения эскиза. Самый основной материал это стекло. Также нам понадобится для работы паяльник со специальной подставочкой. Припой. Флюс для обработки припоя. Патина для покраски. Специальные инструменты для ломки стекла. Перчатки. Наждачная бумага. Для обработки стекла нам понадобится фольга. Резать стекло удобнее всего на специальной бумаге. Крафтовой бумаге. Также нам нужны очки для техники безопасности. Салфетки для обработки стекла. И эскизы, по которым будет выполняться наша работа. Мы подготовили предварительный эскиз будущего изделия. И должны пронумеровать каждую деталь. После того, как мы пронумеровали детали, мы должны будем вырезать, подготовить шаблоны для того, чтобы на цветном стекле вырезать отдельные детали по предварительному эскизу, который мы выполнили в цвете и, соответственно, подобрали цветовое решение по стеклу. Пронумерованные детали нам нужны исключительно для того, чтобы, когда мы будем вырезать отдельные детали на стекле, они у нас каждый день в свою форму. Потому что сегодня мы выполняем аленький цветочек. И он у нас состоит всего из девяти деталей. Ведь можно выполнять изделия, состоящие из гораздо большего количества деталей. И в таком случае, чтобы не запутаться в этом большом количестве деталей, нам необходимо это неразить. После того, как мы вырезали все детали, мы должны обвести каждую деталь на стекле и вырезать стеклорезом каждую деталь из стекла. Переносим деталь один. Обводим ее маркером. Деталь 2 и 4 у нас тоже будет такого же цвета, из такого же стекла. Для детали 3 мы подберем вот такой вот несколько отличающийся кусочек стекла от предыдущего. Точно так же, как и деталь 1, мы обводим деталь 3 на стекле. Обязательно детали должны у нас быть подписаны. Далее мы берем масляный стеклорез. Но для того, чтобы у нас крошки стекла не оставались на рабочем столе, мы должны подложить такую бумагу, с которой легко собрать все крошки и удалить. Берем масляный стеклорез и этим стеклорезом вырезаем обведенные детали у шаблона. Вы слышите специально потрескивающий, замечательный звук стекла. Теперь нам понадобятся пассатижи. Мы их специально обернули, края пассатижи обернули специальной пленочкой, для того, чтобы не обламывать края. Немножко подстучим. И обломаем края. Деталь номер 3 у нас готова. Таким образом мы вырезаем все детали, нумеруем. И после того, как мы их вырезали из готового стекла, мы должны перейти к следующему этапу. Это этап шлифовки и заточки всех краев. Нам необходимо подготовить машинку к работе. Для этого мы используем воду, которую заливаем в корпус машины, для того, чтобы тогда, когда мы будем шлифовать детали, у нас стекло осыпалось и собиралось именно в воде. Для техники безопасности мы должны обязательно надеть очки и теперь отшлифовываем каждую деталь. После того, как мы обточили все детали изделия, мы приступаем к сборке. Детали у нас все пронумерованы. Пронумерованы для того, чтобы мы могли посмотреть, правильно ли мы их отточили. Так, собираем. Детали должны плотно прилегать друг к другу без зазора. Теперь мы должны обезжирить каждую деталь нашего изделия. Для этого мы берем салфетки на спиртовой основе. После того, как мы обезжирили каждую деталь своего изделия, мы должны обтянуть медной фольгой на специальном клеющем составе вот такая замечательная фольга. Мы отклеиваем ее от основы. И вот такая вот фольга, которую мы будем обклеивать каждую деталь. Берем подсохшую деталь. Фольгу нужно наклеивать таким образом, чтобы она находилась на одинаковом расстоянии с обеих сторон стекла по всей длине детали. Это нужно для того, чтобы при спаивании всех деталей у нас получался ровный, достаточно ровный, красивый шов. Тщательно притираем фольгу к краю детали. Для того, чтобы фольга плотно прилегала к краю детали, нам понадобится пластиковая основа, которую мы будем затирать. Фольга должна плотно прилегать к контуру для того, чтобы при спаивании деталей они держались плотно друг с другом. После того, как мы обклеили все детали своего изделия фольгой, мы приступаем к формированию маленького цветочка. Смотрим, сформируем, правильно уложим все детали. Нам необходимо зафиксировать детали на деревянной доске для продолжения работы. Соединили все детали, и далее обрабатываем флюорсом кислотой. Специально кислотой для припоя. Следующий этап нашей работы это спаивание каждой детали нашего изделия. Наш паяльник нагрелся до нужной температуры, теперь мы можем точечно зафиксировать дополнительно все детали. Теперь непосредственно начинается сам процесс спаивания деталей. Температура плавления достаточно хорошая, мы приплавляем припой, соединяя каждую деталь с небольшим наплывом. создавая некую горочку. И так соединяем все детали. Мы обработали и соединили детали с одной стороны. Теперь нам необходимо перевернуть наше изделие и вновь обработать с оборотной стороны всю медную обводку флюкса. После того, как мы обработали эту сторону, продолжаем работу и спаиваем все детали нашего изделия, как и на оборотной стороне. и придерживаясь за стекло, мы должны обработать припоем все участки нашего изделия. Там, где у нас есть небольшие капельки, мы попытаемся этот припой растянуть по всей плоскости изделия. Далее нам необходимо сделать петлю, для того, чтобы мы могли в дальнейшем повесить наш оленький цветочек где-нибудь в оконном проеме. Берем небольшой кусок проволоки. Размер петли такой вполне достаточно. Нас устраивает. Откусываем. Теперь нам надо сформировать саму петлю. петлю. Для этого мы загибаем уголки. Прикладываем. Припаивать будем к самой вершине цветка. Обрабатываем флюсом те места, которые будут припаиваться к макушке нашего паралинка цветочка. Теперь следующий этап мы должны подготовить свое уже практически готовое изделие для покрытия всех пропаянных частей изделия патиной. Для этого нам необходимо опять воспользоваться салфетками. Делаем это аккуратно. Дальше мы приступаем к покрытию всех деталей патиной. Далее мы должны с вами очистить стекло и изделие готово. Наш цветочек аленький готов. Этот мастер-класс для вас провела Игнатьева Алла, доцент кафедры декоративного искусства и дизайна Института культуры и искусств Московского городского педагогического университета. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова